Я собираю винил, люблю бобины, магнитофоны, это у меня тоже есть, то есть аналоговая вся музыка. Я как бы это все люблю, записываю там. Со школы я вообще занимался, у нас был типа коморка, что ли, где мы там занимались, играли, выступали на всех мероприятиях, на праздниках. Потом это все забылось надолго. И вот тут я решил, думаю, блин, возьму гитару и буду играть. Наверное, первый мотоцикл у меня появился в 11 лет, мне мама подарила. Не любитель гонять по ночам, нарушать вот этот общественный порядок, всегда призываю других мотоциклистов, чтобы не делали, ругаюсь. Ну, вообще все началось еще с студенчества. Там была такая замечательная телестудия, все, наверное, ее знают, Парасад. Вот, и как бы уже будучи студентом, я заинтересовался всей этой видеографией. Здравствуйте! Сегодня у нас в программе Александр Янсен, видеограф, музыкант и просто творческий человек. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Всем задают этот вопрос. С чего все началось? Ваш творческий путь хотелось бы с самого начала услышать. Ну, вообще все началось еще с студенчества. Там была такая замечательная телестудия, все, наверное, ее знают, Парасад. Вот, и как бы уже будучи студентом, я заинтересовался всей этой видеографией. И там была очень хорошая база для того, чтобы можно было обучаться и, ну, просто работать. Ну, то есть я пытался совмещать эти моменты обучения и работы. Вот. И там дальше больше какие-то сюжеты снимали. Потом уже перешло это все в более такую профессиональную деятельность. Вот. А термин «видеограф» чем отличается от видеооператора, например? Потому что это как-то немножко непонятно. Хотелось бы раскрыть. Ну, видеограф – человек, который, собственно, режиссирует свое видео и потом его и монтирует. То есть такой от начала до финала вот готового фильма уже делает видеограф. То есть оператор просто снимает, отдает на монтаж и, ну, либо оператору говорят то, что снимать. А вот видеограф, он такой универсальный. А как вы считаете, что помогает именно в качественной, интересной и необычной съемке? Вот что для этого нужно? Какие должны совпасть моменты, так скажем? Да, наверное, просто нужно отойти от каких-то стандартов и общепринятых, вот что нужно снимать так. Ну, нужно снимать так, как ты сам это видишь и вообще, что ты хочешь делать. Ну, я считаю, так будет интересно, наверное, для самого себя и в первую очередь тебе это должно очень нравиться. Вот, даже вот, например, день назад я принимал участие в конкурсе таком, он такой международный, снять за 48 часов. То есть дается идея, ну, такая, чтобы как бы не было такой основной подготовки, да, у всех участников конкурса. То есть дается задание там, например, снять бегущего человека цифру 30, чтобы это как типа предмета было, потом воду и произнести фразу «да легко». Вот, и то есть на идею какое-то, ну, время дается, и вот, собственно, на съемку, монтаж, и все это нужно сделать за 48 часов. И вот в итоге мы это сделали, только не за 48, а за 12, не спали. Ну, было здорово очень, блин, принимать участие в таком конкурсе, потому что, ну, мы прошлые конкурсы занимали, как бы, такие призовые места, и вот стараемся. Александр, ну, на сегодняшний день некоторые люди недостаточно творческие, имеются в виду заказчики. Вот что хотят люди, потому что вы так видите, да, вот вы сейчас сказали такую фразу, ну, можно даже так ее переворачивать, я художник, я так вижу. Но заказчик же видит по-другому, вот как вот с людьми у вас получается вот именно совместить ваше видение и их? Ну, тут такой более момент коммерческий, наверное, все-таки, в первую очередь клиент вроде бы как бы всегда прав и что-то пытается свое у него в голове есть. И он думает, что ты можешь реализовать его идеи. Ну, и в процессе, конечно, приходится подсказывать, потому что он же к тебе пришел, доверяется. И вот все-таки приходится, ну, бывают разные идеи бредовые, и думаю, что чаще всего приходят, приносят какое-то видео и говорят, вот мы хотим точно так же. Но подготовка не всегда, то есть вот это ожидание и реальность, то есть я считаю, как бы не все может видеограф и даже тот же фотограф в реализации нужно вложиться самому, вот, например, клиенту или заказчику. А есть такая на сегодняшний день, знаете, такое направление, вот, например, смотрит человек в Инстаграме, ну, в соцсетях, допустим, да, и вот проспатриваешь и думаешь, вот такое же, вот такое же, вот такое же. Почему люди не хотят не такое же? Почему они хотят повторения? Или это какой-то тренд, какой-то временной? Вот что вот происходит? Я думаю, что это все-таки какой-то временной тренд, как вы сейчас сказали, что это вот модно, и нужно придерживаться этого определенного стиля, и что это популярно, то есть у нас почему-то так это все воспринимается. Ну, не всегда, конечно, это радует, а так зачастую, да, вот, ну, мы же видим там эти тиктоки, там танцы безумные, то есть, ну, как бы. А есть такое, какое-то понятие, как творческое выгорание, то есть, если вы делаете одну и ту же работу, то вы, как человек творческий, вам это немного уже становится скучно? Да, безусловно, это прям постоянно, поэтому приходится варьировать эти моменты все. И что вы для этого делаете? Вы занимаетесь музыкой? Да, я занимаюсь музыкой, я пытаюсь заниматься спортом, не всегда получается, конечно. Ну, да, чаще всего прям музыка, она помогает, даже чисто психологически, там, на сцену выходишь или на репетицию приходишь, наорешься, на, то есть, вот это выплеск эмоций, энергии, она потом такая приятная усталость, вот такое чувство, что ты побывал в спортзале и хорошо потренировался. Давайте поговорим про музыку. Как она вообще возникла? Как она вам помогает, имеется в виду в работе? Ну, про жизнь вы уже сказали, как она в жизни помогает. Как она возникла? Вообще, всегда любил заниматься музыкой, то есть, это такая неотъемлемая часть моей жизни, я меломан, я собираю винил, люблю бобины, магнитофоны, это у меня тоже есть, то есть, аналоговая вся музыка, я как бы это все люблю, записываю там какие-то любимые альбомы и все это слушаю. Музыка, и почему я прям так профессионально не занялся, ну, вот в свое время пошел вообще в другое направление обучения, потому что, как бы, родители повлияют, вот музыка там, типа, это несерьезно, и на этом не заработаешь, надо там инженером быть тебе, и вот я как бы это, ну, это все ладно. То есть, музыка такая, как она возникла. Со школы я вообще занимался, у нас был, типа, как коморка, что ли, вот, где мы там занимались, играли, выступали на всех мероприятиях, на праздниках, потом это все забылось надолго, и вот тут я решил, думаю, блин, возьму гитару и буду играть. И тут начал подтягивать всех своих старых друзей, которые занимались когда-то тоже музыкой, и что-то попробовали на одном из фестов байкерских выступить. Сделали несколько композиций и сыграли, а потом такие, блин, ну, что-то же получается, давайте будем репетировать, собираться. И все, и дальше прям начали репетировать и уже выступать на некоторых городских площадках. А где еще вы выступаете? Кроме площадок городских, может быть? Такой у нас, скажем, такой паб, где вот звучит рок-музыка. То есть мы можем прийти, послушать, потанцевать, культурно отдохнуть, вот. В работе как-то музыка вам помогает? Вы уже музыкальное сопровождение делаете своим работам? Да, да, конечно. Музыка помогает, и уже ты знаешь, что хочешь от самого клипа, и зачастую потому, что проблема подобрать музыку. Это самое сложное в процессе монтажа, подобрать музыку на какие-то сильные доли, там, чтобы вот эта смена кадра происходила. И вот это тяжело очень. На сегодняшний день очень много конкуренции в вашей среде. Вы считаете, что она у вас есть? Да, честно сказать, вот наоборот, в нашей сфере мало видеографов, я вам скажу. Много фотографов, а вот видеографов мало. Вот хотелось, не хотят. Это очень сложно на самом деле, вот снимать видео. Фотографировать тоже вроде бы как бы тяжело, но процесс обработки, он не такой трудоемкий по мне так, потому что я эту сторону тоже знаю, ну, то есть фотографов, и это работал. Александр, какая у вас есть мечта? Мне интересно, просто я имею в виду профессиональная. Профессиональная мечта? Да, наверное, все-таки выиграть в конкурсе, вот, в Штаты съездить там, вот, охота посмотреть. Вообще охота путешествовать, вот, больше, потому что считаю, что если человек путешествует, он как бы начинает понимать других людей и как бы добрее, что ли, становится, вот. Вы черпаете из путешествия какие-то новые идеи для своей работы? Да, я, вот, у меня есть такая, наверное, не очень хорошая штука, я толком не отдыхаю, да, а всегда вот камеры и что-то снимать охота. То есть, ну, берешь и начинаешь снимать. То есть, нет бы там, любоваться закатом, ты его снимаешь, ну, или еще что-нибудь такое. Александр, у вас же еще есть одно увлечение, оно, конечно, отличное. От первых двух вы любите мотоциклы. Да. Расскажите об этом. Мотоциклы люблю очень давно, прям с детства. Наверное, первый мотоцикл у меня появился в 11 лет, мне мама подарила, вот. И, ну, в деревню я всегда приезжал летом, и вот у меня прям такая страсть была бешеная кататься на мотоцикле. Сначала там с люлькой катался, там, ну, бабушку с дедушкой за грибами возил, там. Потом уже, когда повзрослее стал, начал уже сам кататься там по клубам и очень поздно возвращаться домой. Вот. Сейчас это, наверное, не сколько увлечение, а сколько просто вид транспорта. Потому что был период такой, я прям много катал, прям, и даже и путешествовал на мотоцикле. Последнее такое у меня дальнее путешествие было, это на Алтай с супругой ездил. И вообще офигенные ощущения того, что ты просто летишь куда-то на мотоцикле в горы и ночуешь в палатке. И прям эти моменты вообще ощущения непередаваемые. Отдых совсем другой. То есть отличный от таких каких-то курортных этих. Вот. Ну, опять же, вот как с байкерской стороны, да, там, я не любитель гонять по ночам, нарушать вот этот общественный порядок, всегда призывая вот других мотоциклистов, чтобы не делали. Ну, ругаюсь иногда вот. Потому что нехорошо это вот. Александр, вы настолько творческий и разносторонний. Вот в заключении хотелось бы спросить вас. Какое будущее за вашей профессией? Вот что вы видите, какими вы будете в будущем, именно представители вашей профессии? Ну, с каждым годом, наверное, все-таки технологии идут вперед. И мне кажется, что, возможно, вот наша вот профессия будет, ну, либо отходить там, ну, на второй план. Потому что сейчас настолько технологии продвинулись, что сейчас любой пользователь, вот даже смартфона, может снимать круто. Мы, наверное, будем отдыхать скоро. Ну, конечно, не хотелось бы, но я бы не хотел прям долго заниматься именно коммерческой видеосъемкой, а что-то уйти, ну, в другое направление. Вот, я имею в виду в плане работы. А так для себя, да, что-то снимать, оставить вот именно, чтобы это было как творчество, как хобби. Ну, вот. Спасибо вам большое, Александр, что сегодня пришли к нам в гости, рассказали о своей такой очень творческой профессии и о себе. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok